Спасибо, уважаемые коллеги, за возможность выступить на Международном Конгрессе. 26 лет в философии, четверть века. В 90-м году начал заниматься, она затянула, и вот, так сказать, не отпускает. Первое – это проблемы сознания, Тияр де Шарден. И его умозаключение по сознанию, истинная физика только та, которая включит сознание в целостную картину мира. Проблемы сознания сейчас обострились, и физики подключились к этой проблеме. Вы знаете хорошо философа Василия Васильевича Налимова, которого технари очень обожали, любили. Он часто выступал в МВТУ, и он занимался проблемами сознания, проблемами смысла. И поставил задачу перед наукой, и перед философами, и перед физикой построить модель, целостную модель, осознающую себя Вселенной. Мы привыкли делить на предметы, объекты, субъекты. Моя концепция подразумевает Вселенная как целостность, как единый процесс порождения все новых и новых структур. Нет объектов, нет субъектов, есть только одна Вселенная, которая порождает новые структуры. Физика переживает фундаментальный кризис познания. Он проявляется как кризис понимания, кризис интерпретации, репрезентации. Это прежде всего в квантовой механике. Прекрасно описал кризис в общем физике. Ли Смолин, американский физик, это в его книге «Неприятности с физикой». Он подводит эпопею, итог эпопеи разработки теории струн. И утрата определенности в математике. Большинство, наверное, все читали. Мориса Клайна, он хорошо описал, каким образом математика утратила определенность. Проблеме обоснования математики более 100 лет, а математика зерегейческого – это знание. То есть стоит проблема обоснования знания. В общем, я думаю, что при входе каждого физического института необходимо лозунг такой повесить. Цитату Джона Арчибальда Уиллера «Философия слишком важна, чтобы оставлять ее на откуп философов». Может, кто-то не согласится со мной, но авторитет Уиллера за рубежом, в Америке, он большой. Я думаю, что и у нас он тоже большой. Поэтому известно его высказывание «It from bit». Я участвовал в четырех конкурсах Института фундаментальных вопросов в 2012-2015 годах. Идет большая драка за новую картину мира. По сути дела, наше сообщество. Вот мы и проводим конгрессы, но на международном уровне, я не знаю почему, но мало кто участвовал в этих конкурсах. Там прошло, по-моему, семь конкурсов. Последний конкурс был «Проблемы математики и физики. Поиск общего основания». Там же участвовал Ли Смолин. Он, правда, в дискуссиях представил свою последнюю книгу, там отрывок, но он в дискуссиях участия не принимал. Видно, у него была задача продвигать свою книгу. В чем причины кризиса? Кризиса понимания. Что такое понимание? Хорошая статья есть философа Гутнера, «Онтология математического дискурса». Он говорит, понимание. Событие, состоящее в схватывании структуры, означает понимание. У Эмберта Эйко есть книга хорошая «Отсутствующая структура». Это книга по семиотике. То есть все ведут поиск изначальной структуры. Физика уперлась в точку. Метафизики точки на сегодня нет. Математики работают с точкой, работают с пространствами. И физики наконец-то перестают бояться метафизики. А это господин Ньютон провозгласил 4 века назад. Ну вот 20 лет назад большая книга вышла Юрия Сергеевича Владимирова. Метафизика называется. Доктор физика математических наук. 5 лет начал выпускаться журнал в Российском университете дружбы народов. Тоже называется метафизика. Рекомендую, посмотрите. Все, кто не смотрел, то есть дискуссию, мозговые штурмы сейчас по основаниям знания, и тем более физического, математического, без чтения всех материалов, которые нарабатывает группа Владимирова, нельзя. Ну и в данном случае это теория физических структур Кулакова, вы знаете, да, с Алтая. С Новосибирска. С Новосибирска, да. Ну, родина у него Алтай. И, так сказать, ну пока варианты вот этой изначальной структуры, пока вот такой самый предельный, экстремальный, пока я лично не встретил. Я основные идеи представлю. То есть первое, это о кризисе понимания. Да, еще несколько слов о кризисе понимания. Значит, говорили о пространстве Ньютона, вот именно борьба Декартовской линии и Ньютонианской, по сути дела, механицизм. Ньютона победил. И мы живем до сих пор в механицизмской картине мира. Она линейная по своей сути. Мы говорим о нелинейности сейчас, о динамических процессах, но это все равно не всеобъемлющая картина мира. Налимов так и говорил. Двигаясь с разных сторон, мы приходим к одному. Необходимо целостная, всеобъемлющая философская мысль, которая включит физическую вселенную и семантическую вселенную. Не может бесконечно так, что у лириков картина мира наполнена смыслами, а у физиков нет этих смыслов. Они не работают со смыслами, работают только с физическими смыслами. А смыслы, что такое? У Хайдеггера смысл — это направление чего? Дальше не расшифровываю. А у Хайдеггера — это смысл, основание бытия. Таким образом, кризис познания заложен тем, что в физике до сих пор царствует мейнстрим. Нет конкуренции парадигма. Парадигма части, по сути дела, себя исчерпала. На помощь ей должна прийти парадигма целого. Они должны, парадигма целого не должна замещать холистическую парадигму, парадигму части, пусть она работает на своем поле, но парадигма целого, она помогает понять само устройство мира, предельные основания. Метафизика занимается предельными основаниями. Вот то, что гипотез не сочиняю, ньютонианская, а в итоге пришло к чему? Нам навязывается теория большого, так называемая, даже не теория, гипотеза большого взрыва. Если идти к началу, там все в точку, и опять все упирается в точку, в сингулярность. Каким образом, откуда рождаются и природа законов природы? Ну ладно, это философский вопрос. Природа фундаментальных констант. Основные константы какие? Их природа онтологический статус. Природа информации. Эпоха физики закончилась. Наступила эпоха информации. Все физики бросились заниматься информацией. Судьба Уиллера и его книги, его вот эта постановка «It from Bit» говорит о том, что физики подключились к проблеме информации, место информации в научной картине мира и место сознания в научной картине мира. Проблема сознания. У философов проблема сознания как хард-проблем, тяжелая проблема. Так вот, проблема обоснования знания, это, как мой тезка говорил, архитрудная проблема. Она сложнее, чем проблема сознания. Академик Людвиг Фадеев говорил, как физика решила все теоретические проблемы химии, тем самым, закрыв химию, так и математика позволит создать единую теорию всего и закроет физику. Но как же математика сможет закрыть физику, если царица и служанка наук сама без сущностного обоснования? Полвека математики занимались. В 1946 году, в 1946 году еще Виль сказал, сейчас мы менее чем когда-либо уверены в первичных основаниях математики и логики. Не только математики, но и логики. Мы переживаем свой кризис, подобно тому, как переживают его все и вся в современном мире. Кризис 30-х годов. Сейчас кризис, везде он кризис. Кризис понимания тотальный. Он везде снизу до верху. И во многом виноваты физики. Почему? Поддерживается мейнстрим. Ли Смолина читали, да? Мы видим, что творится в физическом сообществе. Никто не занимается отбором, поиском нового знания в мире. Вот эти конкурсы, в котором я участвовал, это единственные в мире открытые конкурсы. Может кто-то знает еще, но это единственные. Там говорят на всех языках можно, но, конечно, лучше там на английском участвовать. Какие основные идеи? И концепты, которые разрабатывал, которые у меня возникали. Первый концепт, который возник в 90-м году, когда я прочитал в журнале Америка 2030-й год последний, когда природа скажет человечеству все, я больше с вами работать не могу. Она уже выходит из равновесия. Естественно, у меня стал вопрос, откуда мы вообще и куда идем, и как мы движемся. И вот возник вопрос с сознанием. Концепт, вектор сознания, сознание, величина векторная. Не буду раскрывать. Это сразу связывает наше сознание с математикой и с физикой. Материя. Материя, я беру платоновское понимание. Кормилица, восприемница. Все, что дает физика, уже не удовлетворяет. Нейрофизиологи говорят, новая парадигма нужна. Те, которые работают с сознанием, что биология с физикой единство должно быть. Жизнь, живая и неживая, природа единая. Материя есть то, из чего рождаются все формы. Вот понимание Платона. Все формы. То есть центральная идея – это идея по рождению. Далее. Я беру онтологический небесный треугольник для моделирования осознающей Вселенной. Небесный треугольник Платона как мера всех вещей и процессов. У Платона только всех вещей. Вещей нет. Вещь одна, только Вселенная. Только как процесс. Просматриваю всю диалектическую линию. А она диалектика. Сейчас в загоне. Сейчас, правда, снова возрождается на Западе. Это диалектика. Ну, Гегеля его много ругает. У Кузанского более четкая. Принцип совпадения противоположностей, совпадения максимума и минимума. Здесь максимум математики в этом понятии и физики. Концепты какие? Точка с зародышем вектора. Точка с зародышем вектора. Это картановская точка. Она, кстати, особо нигде не раскручена. Сток и сток. Предельный переход, приращение, форма, сущность, структура, инвариант, путь, как дао. И, в конце концов, моделирование представления нашей Вселенной в символе. Метод диалектико-онтологического конструирования. Две, один, вернее, одна аксиома из традиции, суперэкстремальная я ее называю. В начале был логос. Логос как закон законов, или метазакон, это понятие, которое употребляет метазакон. Он тоже его ищет. Ли Смолин в своей книге «Возрожденное время». Это предпоследняя книга. Кто читал, она в сети, есть открытый доступ на русском языке. И принцип, суперпринцип, суперэкстремальный принцип. Три единства абсолютных, безусловных, предельных, экстремальных форм существования материи. Абсолютный покой, линейное состояние. Абсолютное движение, вихревое состояние, или абсолютный вихрь. Абсолютное становление, волновое состояние, абсолютная волна. Волна есть смысл. Перенос состояний. Триединый путь абсолютных состояний. Наше сознание репрезентирует вот этот триединый путь абсолютных состояний. Оно схватывает это. Если вы посмотрите в сети «Абсолютный покой» наберете, только есть у физика, доктора технических наук, он уже ушел из жизни, причем трагически, это вейник. Он разрабатывает, но меня не удовлетворило, мне важно было, что в этом направлении физика 4 века назад выбросила абсолютный покой, и вот понимание пространства Ньютона, а борьба была с Декартом, вихри Ньютона отброшены, считались это гипотезы, и наука пошла по самому легкому пути. Хотя ньютонианская картина мира где-то минимум в 50 почти века наоборот с картизианской. Следующая идея – это построение абсолютной порождающей материнской структуры. Я ее называю суперструктура, общая рамочная структура, задача построения общей рамочной структуры для физики, и говорит в одном из интервью Дэвид Гросс, Нобелевский лауреат. Онтологический каркас или основание знания. Сущность – базис фундаментального знания, модель, осознающая себя Вселенной. Он же – репрезентант абсолютной естественной системы координат универсума. Ключевое понятие напряжения – мета-теншин. Сущностная структура пространства у меня получилась мерность. Три единства. Каждая сторона треугольника репрезентирует абсолютное состояние. Абсолютный покой. Там не вектор идет, а бивектор. Значит, противоположность абсолютной движения – это движение круговое, вихревое движение. И волна, как фигура, соединяет эти два состояния абсолютных. Вот три едины. Если мы возьмем три инварианта этих треугольника, центрируем их и получим символ, осознающий себя Вселенной. Каждый треугольник, онтологический треугольник, репрезентирует мерность одного абсолютных состояний. То есть три линейных измерения – это наши координаты, Декартов ящик, три измерения вихревых и три измерения волновых. И ключевая идея – каждое состояние, каждая ипостась абсолютная имеет свой путь до О. Представьте, каждое состояние материи имеет свой путь. Структура получилась. Значит, пространство – девять измерений. Хороший, я везде взял эпиграф. Это у Флоренского. Он в одной из работ пишет. Говорит, повторяем, миропонимание-пространство-понимание. Одним словом, вот на английском, когда я перевожу вот это, приходится чего-то крутиться там. Потому что space, пространство, у нас сам русский язык дает ключ. Про-странство. Как странствие. Мы странствуем по земле. Переживаем наше странствие, и мы понимаем. Возьмите эту сказку вот этого богатыря, да? Сколько путей там? Три пути, везде, вот троица. А русское слово, где такое есть? Строение, да? Везде тройка, тройка и тройка. Вы, наверное, читали уже более 20 лет назад. Это статья «Логика троичности» в Фейербахе. Знакомая, да? Он строит вектор в Декартовой системе координат. Но он не соединяет вектор с вектором состояния. Это ключевое понятие физики. И в итоге он идет интуитивно к этому, но он не углубляется до предельной метафизики. Ровшенбах. Структура получается какая? Значит, и три измерения времени. Сначала, когда я построил девятимерное пространство, а что держит это пространство изначально? Да, кто-то идет к Богу. Ну, пусть даже 10% физиков, они говорят, нет, мы не верим в Бога. Ну, а не логика. Вначале был логос. Попробуйте опровергнуть эту аксиому. Вначале был логос. Да, вот логос породил сколько сейчас логик. А кто-то считал, это Александр Александрович Зенкин, за сотню, говорит, насчитал и сбился со счета. Проблема вот логики и то, что говорил Вель как раз. И что же держит и развивает, и порождает новые структуры? Новый концепт, центральное ядро картины мира, вот моей картины метра. Антологическая, структурная или космическая память. Антологическая память, материя из то, что порождает все формы, антологическая память, то, из чего рождаются все формы у Платона, антологическая, структурная или космическая память, есть то, что держит, что порождает, держит и сохраняет. А информация и время – это поливалентные феномены антологической структурной памяти, которые фундируют целостность универсума по горизонтали. То есть до того, как Солнце еще появляется, процесс уже идет. Самое первое Солнце во Вселенной. Еще света нет, а уже процесс идет. Процесс идет. Время до начала времен. Заканчиваю, да. То есть таким образом у меня 12-мерное пространство-время. Центральная категория информационной эпохи, модели мира информационной эпохи – антологическая, структурная или космическая память. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, вопрос. Николай Васильевич, пожалуйста. Владимир Владимирович, такой вопрос. Наследуя философию Платона в отношении представления Вселенной, говоря о кормилице, о приемлице и так далее, Скажите, пожалуйста, почему в основу философии треугольников Платона взят прямоугольный треугольник? Какими векторами, какие вектора запечатлены в этом треугольнике, если включать их в философию развития Вселенной? Прямоугольный треугольник не рассматривал, сразу скажу. Принципиальная идея, та, которую пляшет вся физика, это идея симметрии. Если мы будем брать онтологический равносторонний треугольник, мы никого не будем обижать. Мы не будем обижать ни материю в состоянии покоя, ни в состоянии абсолютного движения или волнового состояния. Поэтому это чисто математические объекты. Все платоновые тела – это математические объекты. Да, я платонист в этом плане, но я критически к идеям Платона отношусь, потому что знания в период Платона – это естественный объем знаний. Это не то, что сейчас мы имеем. Я уже не говорю про физиков. Я-то просто простой советский экономист и инженер. Но меня философия затянула, и мне такие картины мира, как большой взрыв, который не отвечает на много вопросов, и посмотришь в интернете, ну просто диво даешься. И уходят физики. Это слава богу, что наши физики пошли в метафизику сейчас. То же самое и за рубежом. Они вынуждены идти в метафизику. Но метафизику не ту, которую ругала наша диалектика. Здесь надо развивать и по-новому на диалектику смотреть, и на метафизику. Коллега, пожалуйста, руку поднял. Владимир Ильич, мне это интересует и вопрос, потому что где-то 4 года назад была опубликована статья в журнале «В мире науки» американский журнал «Скантефик Америка» о том, что новая картина мира будет поставлена, то есть этот вопрос будет разрешен, если ученые ответят на 12 вопросов. Эти вопросы были поставлены. Как вы относитесь к этому? Возможно это, притом они сказали срок. 5-7 лет. Наши физики сказали где-то 10-15. Новая картина мира. Как вы относитесь к этим утверждениям? Я вот этих вопросов не знаю, да, но я, вот, бодаясь, значит, с другими физиками, значит, вот на этом конкурсе, я критически ко всем отхожу. Почему? Только если я вижу какую-то теорию, которая говорит, или как теория всего, я уже тогда написал, теория всего может быть только векторной. Никаких, если только формулу вы вводите, всё, любая формула, это есть вырезка из бытия целого. Да, сначала любую теорию физики вводят, но должно быть онтологическое обоснование. Сегодняшнее состояние физики и математики – это онтологический кризис. Кризис, онтологический кризис познания. Он и гносиологический, и он аксиологический, он перебрасывается в общество, и мир рассыпан. Ещё в 30-х годах Владимир Иванович Беденский сказал такие слова. «Не разглядеть нам мир подробно, ничтожно всё и дробно, печаль меня от этого берёт». Вот я, вот это небольшой стишок такой, может быть, не совсем он такой, белый стих. Вот он меня и двигал, да. А как увидеть мир подробно? Не подробно, а целый. Вот представить так, что познание дошло пределы. Вот вчера я читаю в одной газете, да, сейчас на Среднем Востоке, там, значит, тоже этот коллагерь строят. А они будут, пишут, мы будем там параллельные вселенные изучать. Ну, это просто анекдот. То есть люди не хотят идти в философию. Вот всех призываю. Философия, метафизика. И первое, хватайте журнал все работы Владимирова, все статьи, которые там в этом журнале, и критически свои теории сопоставляйте. Проблема, и особенно, я спрашивал как раз, проблема обоснования математики. Проблема номер один в познании. Все откладывайте, физика, то-то, вот власти в эту проблему. Потому что математика – это основа. Тем более, математики говорят, мы закроем физику. Спорьте с математиками. А они сами не хотят. Они заметают эту проблему под ковер. Я написал в институт Клея, который дал премию по миллиону за каждое решение. Семь проблем, задач, тысячелетия. Тут и в 2000 году. А почему проблем обоснования математики нет? А мне отвечает директор современный, говорит, да меня тогда в это время не было. Проблему математики заметает под ковер. И физики тоже. Проблема обоснования. Так что... Приходите к коллегам. Николай Иванович, вот тоже, я его призывал. У него идеи хорошие. Хорошая идея. Но он не идет в философии. Почему? Я даже говорил, давайте, чтобы дочь вас затянула туда, в философию. Так, коллеги, вопросы еще есть? Я в лаптистую. Все. Спасибо большое, Владимир Иванович. Спасибо вам. Спасибо.